Друзья, всех приветствую, с вами Миля. В этом уроке мы с вами сделаем вот такое двухслойное море из эпоксидной смолы и текстурных скал. Разберем подробно все этапы работы, то есть как наносить текстурную пасту, как ее обсашивать, чтобы скалы смотрелись естественно. Как сделать вот сосилую пенку сеточкой, чтобы она не размывалась в смоле. Почему вообще стоит попробовать заливать моря в два слоя? То есть если вы были на мастер-классах в эпоксидной смоле или все, что рисовали сами, наверное, ваше море выглядит примерно так. Это тоже спасибо, но если смотреть глубину вот этого моря и вот этого, то можно заметить, что вот эта картина более огромная за счет того, что у нее есть первый слой пены, который как бы в глубине она находится, и потом уже второй слой более белый, более яркий. Получается еще больше у нее откидый объем и гораздо глубже и интереснее работа. Вот здесь, это такой для новичков вариант, хотя в первое время я тоже заливала моря только в один слой, но попробовала новый способ и убедилась, что он так создает лучше и гораздо интереснее. Поэтому я сняла портфольный муток со всеми этапами. Если вы будете рисовать по нему, я буду очень рада посмотреть на ваши работы. Пришлите мне на них ссылки в комментариях к этому видео, я посмотрю, прокомментирую, и мне будет очень приятно знать, что это видео было вам полезно. Так что, переходим к следующему этапу. Сейчас мы с вами будем делать скалы из текстурной пасты. Я использую две вот таких пасты. Одна из них – жубе для бульверей и рельефной поверхности. То есть фирма санэп гладкая для гладких каких-то деталей, камышков. Наносить можно мастихином, и кисти используются для прорисовки какой-то текстурной пасты. Потом, в дальнейшем, когда текстурная паста подсохнет, мы будем ее грашивать с помощью отрыловой краски. Приступаем. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше мы можем гладкой кисточкой высомнить поверхность. И сделать где-то скалы более гладкими. А с помощью щетины я на оборотах где-то заграбываю. Больше скал. Можно подождать еще, когда паста подсохнет побольше. Музыка. 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 И попробую добавлю еще немного нашу гладкую текстурную пасту. Можно использовать кемеру только в руку и кисточкой, как я уже делала, сглаживать. Музыка. 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 Полностью высохла, я вот на нее надавливаю и она не пригибается. Вот так можно посмотреть, что где-то появились трещины. Ну, поскольку у меня скалы, в принципе, они мне никак не мешают. Вот. Сасить я буду агриловой царской, понадобятся кисточки, вода и какая-нибудь сухая тряпочка, чтобы промокнуть. Цвета беру коричневый, черный и белый. И сейчас я немножко так жидковато заведу краску. Дальше вы увидите, что здесь. Мне нужен такой темный, ну, не слишком темный серый цвет. Развожу водой. И пока не высохла краска, я промакиваю. Где-то промакиваю. И вытираю тряпочкой. И вот появляется такой эффект гладкости скал. Когда вот в углублении, и там, где у нас тряпочка не касалась поверхности, он остается темнее. А выступы мы осветляем. Так скалы будут выглядеть натурально. Особенно хорошо смотрятся вот эти вот гладкие места, где я использовала гладкую текстурную пасту. Можно использовать только одну текстурную пасту, к примеру, углублую. И там, где нам нужны вот такие вот гладкие поверхности, смачивать палец с водой и сглаживать вручную. Я использовала две пасты, чтобы показать, как они себя ведут на картине с гладким салфетом. Взять и собираем. Думя. Думаю. Не стесняемся побольше добавлять водички в пасту, чтобы она была вот прям как акварелька. Тогда у нас во всей этой реченьке затечет краска и нигде не останется пропущенных мест. Можно даже чередовать сухую и влажную тряпку. То есть сухой можно проходиться, пока еще не высохла краска. А влажной салфеткой, когда впиталась уже, впиталась ее в текстурную пасту, можно ей приходиться и вот выступы наши высветлять, чтобы они были в спине приплялись. Я немножко, да, и на планшет уже захожу. Это я буду все потом или вытяжать, или просто закрашиваю белой пастой в том планшете, и она мне мешаться не будет. Можно, конечно, это все получать. Делать в парамечку. Не понадобится, чтобы она крашивать. Ну, скалы, естественно, могут быть любого цвета. То есть там будут сосноватые. Сесноватые будут. Посмотрите, я в фотографии, как вам такая у нас еще нравится. Тут еще многое зависит от того, какого цвета у вас будет вода. То есть, допустим, с сосноватым скалом хорошо подойдет такая вот бирюзово-зеленая вода. То есть это будет хорошее именно интерфейерное сочетание. Вот у меня здесь по плану водичка такая... Ну, бирюзовая, с холодным таким оттенком. Может, даже немножко серовато. И вот такие вот скалы. Светы коричневые. Я думаю, что хорошо подойдут. Так, проверяю, что все дречни у меня запрашивали. Да, дречни хорошо появились. Подскал настоящий. У меня отличие. Так что, когда текстурная паста трескается, даже наоборот нам помогает. Все, у меня все запрашивали. Сейчас пройдусь с салфеткой. Где-то ее, может, еще подвеслить. Вначале могло показаться, что цвет у скалы слишком зонный. Но я сделала так специально, чтобы потом сделать вот такой надушальный переход и лишнюю темноту убрать с помощью салфеток. А вот в углубление, наоборот, сильно не заходим. То есть там у нас естественная тень у скал получается. И там ничего высветлять не надо. Все, на этом я заканчиваю. Вот эти сейчас все грязные места я выдержу. И в следующей части мы приступим к заливке эпоксивной смолой. Мы начинаем замешивать смолу. На такой объем мне нужно 120 грамм. Это 8 грамм смолы и 40 грамм отвердителя. Я вяжу густую смолу обязательно. Получилось 105 грамм. То есть 70 грамм смолы я наливаю и 35 грамм отвердителя. Дальше мы в течение 3-5 минут перемешиваем смолу. Мы делаем это очень тщательно. Со стеночек со дна перемешиваем ее. Вот видите, она стала мутной, когда мы только смешали компоненты. Когда она у нас полностью перемешается, она должна стать чрезвычной. Мы размешали смолу. Далее я отливаю ее в стаканчик для пены. Вот такая вот добавка для пены. Я срезала ножницами вот эта горлышка, которая плотная, чтобы мне было удобнее наливать ее на... И приступаем к размешиванию порошка. Если в работе будут присутствовать комочки... Я вам их покажу. Значит, это порошок. И если его не дать размешать, размешать не очень тщательно, потом в работе эти комочки могут всплывать. А это происходит, если добавлять добавку прямо в стакан. Чтобы этого точно не произошло, я созомну все комочки заранее. Сейчас вот наливаю на палецечку себе каплю смолы. Беру шпатель. Доблю все комочки. У меня это синтетическая бумага. Обрезок. То есть для таких целей можно брать или какую-то пластиковую тарелку. То есть или может на куски плотной пленки. То есть мне на обычной бумаге мы это делаем. У меня может это выглядеть как обычная бумага, но это не так. И несколько минут я вот так ее перемешиваю. Мы перемешали очень тщательно нашу добавку для пены. И добавляем ее в остальные смолы. Если мы начнем раздувать пену сразу, у нас будет, она перемешается с водой и вот такой вот сеточки не будет. Выливать нужно пену, когда она стала густой. Вот как мед по консистенции. И так же выливать в почти загустевшую твердую смолу. Поэтому после того, как мы ее замешали, мы ее оставляем. И переходим к замешиванию других цветов. Берем цвет царцмен, океанический. И ультрамарин. И перемешиваем их. Мне нужен такой достаточно темный и насыщенный цвет, потому что в этой картине у нас как бы вид сверху, как волны бьются о скалы. Можно показать, что у нас слишком темный цвет, но надо понимать, что это глубина возле скалы. И светлее он будет за счет пены, которую мы будем раздувать. Она нам сделает все очень гипотечку. Время 17-13. У меня прошло от 15 до 25 минут с момента, как я замешала смолу. Я врезала, напоминаю, у нее каемочку и выливаю тоненьким слоем к нашим берегам. Дальше я беру фен, либо технически можно использовать, либо какой-то другой фен. Главное, у него должен быть игорячий воздух. Сначала согреваем всю поверхность. Дальше я беру феном. Дальше я беру феном. Игорь Негода. И дальше мы проходим согрелки по поверхности, чтобы активизировались у нас клетки. В нутку добавляю еще одну подводную волну. В нутку добавляю еще одну подводную волну. Помогите ваши собачки. Кто-нибудь. В нутку добавляю еще одну подводную волну. В нутку добавляю еще одну подводную волну. Майкл Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, время у нас 13.30, мы его засекли. У нас записалось где-то на видео, что мы его засекли. В 13.30 замешали пену и оставили ее настаиваться. Дальше она у нас будет стоять и загустевать, пока не загустеет. Мы делаем вот этот скотч для того, чтобы у нас смола не утикала раньше времени с целого планшета. Выливаем? Слово? Вечер? Уливаем? Вечер? 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 Я выливаю смолу, но это еще не все, и я удаляю длину зелень. Берем у нас либо гаремку, либо вот поеду у меня, я наконец-то узнала, как это было. Спи, вот у меня смола, она жиденькая. А мне надо, чтобы она была нижиденькая. Я жду, пока она у меня запустеет. Время 13.46, то есть у меня прошло 20 минут от замеса смолы. И 15 минут, как у меня стоит моя белая пена. Как понять, что смола у нас готова для сдувания пены? Вот видите, я поднимаю палочку, у меня тянется вот такая вот как бы карамелька. Она еще не совсем запустела, но уже такая вязкая. То есть без разницы вообще какая у вас смола. Живота там густая, жидкая. Вот не буду доводить до такого состояния и сдувать. Вот смола сейчас на живот у меня прошло, вот сейчас 59 минут, то есть 14 минут у меня прошло. С момента, как я его вывела, а с момента, как замешала, 35 минут. То есть 25 минут я начала замешивать с молоком. Так, дальше, значит, льем пену. Она, чтобы у нас таким вот емзагом не ложилась, делаем носик. И спокойно, не спешим. И новичков самое вообще сложное, на самом деле, это вылить, как раз вот эту вот пену. Ну я верю, у нас получится. Она действительно очень сложная. Дальше. Как мы ее раздуваем? Поядиться. Как называется, поядиться. Значит, мы подогреваем. Мы подогреваем тот участок, который раздуваем, и само пену. Сначала греем, потом убираем. ... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ничего мы вообще ждем, пока она загустеет? То есть можно и сразу раздуть пену, она вот так у нас насильенько ляжет, но если смыла недостаточно пустая, она у нас как ляжет, так и смажется. Вот, то есть вот что будет, если вы будете раздувать пену сразу, не повторяйте этих ошибок. А вот, если подождать на варианте терпения, то вот такая вот у нас получится красота. Видимо, можно пожатничать, где-то еще ее добавить, потому что не забывайте, всегда есть шанс испортить работу. Не нужно им никогда пренебрегать, у вас только одна жизнь. Поэтому, если где-то хочется навести суеты, наводим, не стесняемся. Есть прям скала, и тут, как Бог еще видел, это самый создуваемый пеной на свете. Не спрашивайте, почему у меня есть пена в скале? Так исторически. Субтитры сделал DimaTorzok По какому принципу мы вообще добавляем пену? То есть не сбок с аппаратами, просто вот мне захотелось, что пены мало, возьму, добавлю больше. То есть у нас это скала, и где-то волны бьются в нее сильнее. Там мы и добавляем. То есть мы не делаем вот эту вот активную пену везде одинаково. Горелочку? Горелочку. Не забываем также шанс подпалить смолу горелкой. Это было очень важное. Так уже есть. Да. Подожди, если у нас чуть скоро, упакуем их можно. Вот это вот тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok